Я горячо приветствую всех зрителей канала Реген, у микрофона для вас работает Сергей, мы продолжаем прохождение игры Long Dark. В прошлом эпизоде мы с вами начали четвертый сезон, разумеется, это уже не какая-то там актуальная тема, все кто мог из летсплейщиков, так скажем, этот сезон уже прошли, но мы с вами, как обсуждали, опять же, вчера или когда-то, день назад, да, серии выходят через день, не гонимся за хайпом, поэтому просто в свое удовольствие играем, наслаждаемся сюжетом, окружающими видами, хотя иногда, безусловно, они доставляют определенные проблемы, ну а свое мнение касательно четвертого сезона эпизода я уже высказал, но пока тут слишком много людей, посмотрим, как будет дальше. Мы побывали с вами в этом лазарете для того, чтобы спасти, найти лекарства, чтобы спасти начальника тюрьмы, но, к сожалению, здесь их не оказалось, нам теперь необходимо отыскать тюремный грузовик, медикаменты находятся в нем. У нас, кстати, наконец-то появилась вдруг внезапно карта, на которой также уже отражается вот какой-то здесь побочный квест, да, сотрудник, который не вышел на работу, надо его поискать. А вообще в побочке все так же, да, нужно искать какие-то записки. В общем, со временем мы, наверное, покроем большую часть этой локации, где-то что-то будем отыскивать и смотреть еще какие-то, так скажем, боковые ответвления об истории черного камня и окружающей его местности. А пока, учитывая время суток, я думаю, что нам необходимо поспать, выдвигаться сейчас куда-либо в путь будет абсолютно неправильно. Пожалуй, я сброшу пока весь шиповник, потому что нам удалось найти кое-какие медикаменты, появляются у нас уже и наборы для шитья. Конечно, потихоньку мы разживаемся, обживаемся, но все начинаем по новой, потому что с одеждой дела плохие, ее надо чинить. И, кстати, давайте до того, как мы ляжем с вами спать, займемся нашими вещами, кстати. Что-то мы с вами подбирали, да, по-моему, из шмоток, поэтому надо посмотреть. Вот у нас есть такие штаны Маккензи. Возможно... Кстати, вот между вот этими джинсами и нашими штанами разницы никакой по вот этим показателям я особо не вижу. Поэтому в первую очередь предлагаю починить вот эти армейские штаны. У нас есть немного ткани, есть еще немного времени до сна, также и запас сил определенный имеется. Нужно браться за себя, приводить себя в порядок после того, что с нами произошло и снова вживаться в роль какого-то адекватного выживальщика. Так, я понимаю, что у нас вот это внешний слой. Давайте мы наденем сюда эти штаны. А вот чинить или джинсы, или свои собственные штанишки, я даже не знаю, что выбрать. Джинсы тяжелее. Поэтому, ну, давайте починим наши штаники. Не знаю, сколько именно у меня тканей, но старался подбирать вроде бы всю, которую попадается. Кроме, разумеется, одежды на разрыв, потому что, ну, слишком перегружаться тоже ни к чему. Все, эти штаны готовы, хотя они так и остались какими-то до конца не заштопанными. Отремонтируем наши кальсоны. Это тоже важно. Все-таки термобелье у нас, безусловно, согревает пока на 85%. Шерстяные носки обязательно надо чинить. Там, по-моему, одного куска ткани хватает, чтобы практически полностью восстановить. Ну, понятно, носочки-то небольшие. Спортивные носки можно будет, мне кажется, просто-напросто разорвать. Мы начинаем хотеть пить, но ничего, скоро. Скоро ляжем, отдохнем, все будет хорошо. У нас испорчено все, понимаете? Так, что такое? Не получилось? Ну, бывает, да. Мы еще, наверное, не достигли окончательно супермастерства в шитье. Ну, и ткань у нас закончилась. С другой стороны, спортивный жилет, который мы нашли у нас в полном порядке. Приличная ветровка, ну, кстати, она, она, кстати, лучше. В плане именно, смотрите, защиты от ветра и защиты от влаги. Но по температуре немножечко проигрывает спортивному жилету. Даже не знаю, все-таки защита от ветра, наверное, будет для нас важнее. Футболку предлагаю. Футболку я предлагаю на тряпки порвать. Нам эта ткань пригодится. И, возможно, порвем тогда этот спортивный жилет. Варежки. Ну, в таком средненьком состоянии сделаем с вами глоток воды. Или газировки. Нет, давайте воды попьем. Воды у нас немного, кстати. Воды немного. Ну, что делать? Надеюсь, скоро мы всю эту ситуацию поправим. Ремонтируем обязательно наш свитерок. Готово. Хотя бы на такое состояние. Чтобы хотя бы было больше 80. А, ботинки, кстати. У нас есть кожа высушенная. Где-то я ее тоже подбирал. С ботинками ситуацию мы тоже подправим. И ремонтируем варежки. Перекусываем. Ложимся спать. Да, начинаем вот серию с, так скажем, обслуживания наших основных интересов и потребностей. Пока у нас весьма скудный запас пищи. Очень. Так, от этого мы пить захотим. Одни батончики, ребята. Ну, есть арахисовая паста. Ох, даже не знаю. Это соленая. Ну, ладно. Так и быть. Все. И... А, кстати. Снежное укрытие. Огонь. Подождать. А как мне спать-то? Секунду. У меня нет спального мешка. Не понял. Так, давайте мы с вами тогда... Блин, ничего не вижу. Фонарь мы с вами аварийный тоже еще не находили. Что, со спичками что ли будем? Как девочка со спичками? Тут закрыто. А вот и спальный мешок. Прекрасно. Очень-очень удачно. А то я уж думал, нифига себе, как мы сейчас спать будем. Там где-то казарма была по соседству. Можно было, в принципе, лечь спать в ней. Все, это мы прячем. Прекрасно. Нам очень повезло. Так, давайте. Маккензи, давай где-нибудь размести себе лежанку тут. Честное слово. Навалом место-то, алло. Так, сейчас, секунду. Где-то же было зелененькое. Так, так, так. Вроде бы ты вот возвращаешь на то же место, а оно... Вот, оно не срабатывает. Трудно очень сориентироваться. Полноценный сон. Давайте 8 часов, если нас посреди ночи не разбудит жажда или голод. Не разбудили. У нас ни жажда, ни голод. Выпиваем газировки. Немножко это нас также заодно и насыщает. Поэтому пока мы кушать не будем. Сохраняемся. И, по-моему, тут с вами, да, все, что мы могли, осмотрели. Выходим. В целом, нам сейчас должно быть получше, потеплее. Нам необходимо покинуть территорию тюрьмы. Так, там мы не выйдем, да. Много волков в округе. К сожалению, кроме фаеров нам пока абсолютно нечем от них отбиваться. Да и фаеров, честно говоря, немного. Но другого выбора у нас нет. Вот он там ходит, этот засранец. Я думал, если честно, посмотреть трупешник, но он уже заморожен. Так, волки пока нас, кстати, боятся. А, мне в ту сторону надо идти. Мне, получается, надо двигаться в ту сторону. Ладно, обойдем эту скалу и вроде бы... Нет, мы не обойдем эту скалу. Здесь прохода нет. Значит, нужно делать какой-то крюк. Хотя по карте выглядит так, как будто вот здесь есть проход. Но я пока его не вижу. Ладно, пойдемте опять в эту расщелину. Разберемся. Неприятно, конечно, сейчас выполнять роль некого мальчика на побегушках для этих уголовников. На самом деле не вижу особо никаких препятствий для того, чтобы мы сбежали. Но единственное, что нас... Так, это что началось-то? Тихо. Все, что нас удерживает, это чемодан. Про начальника тюрьмы я не могу сказать того же самого. Потому что, по большому счету, ну... Это такой, знаете, сдерживающий фактор. Тихо. Очень спорный. Так, а как нам выйти-то? С территории тюрьмы? Я что-то пока не понимаю. Как нам отсюда выбраться? Здесь мы с вами уже бродили в предыдущей серии. Выхода там никакого нет. Как нам попасть-то вот сюда? На этот простор? Через какие-то болота? Вот так, ну. Еще такого квеста не хватало. Из тюрьмы так просто не выйти. Ну, с другой стороны, это, конечно, логично. Но, соответственно, ее сейчас никто не охраняет. Тюрьма должна быть как решето. Так, дверь я лучше за собой буду закрывать. Потому что волки, по-моему, становятся агрессивней. Как мне покинуть это место? Так, не надо ничего зажигать. Ну, по крышам мы с вами бегали. Ладно, это нас привело, в принципе, только в лазарет. А дальше-то что? Дальше ничего. Тихо, не надо меня так двигать. Тут мы с вами были. Обыскивали шкафчики. Да, получается, что здесь какая-то такая изолированная зона. Из нее не выбраться, что ли? Там прохода нет, там скалы везде. Какие-то бредни. Мне это не нравится. Ну и тут я уже теперь не захожу, да? Не прикольно. Ну, значит, будем искать выход. Пока не очень очевидно, на самом деле. Таким образом отсюда выбираться. Действительно, сбегать отсюда некуда и особо нет большого смысла. Или сожрут, или замерзнешь. Или утонешь в болотах. Выбор не такой большой. Надо, значит, опять выходить за периметр. По большому счету возвращаться обратно. Жаль, что здесь нельзя открывать каких-то срезов. Изнутри, с территории. Что на самом деле было бы логично. Но игра такой возможности не дает. Подняться где-то наверх. Вот тут. Все закрыто и открыть нельзя. Так, двери буду лучше закрывать. Чтоб волки сюда не заходили. Где тут наверх-то подняться? Я вижу вот эти вот лестницы, которые нам по большому счету вроде бы как нужны. Тут прохода нет. Тут тоже прохода нет. На вышки зайти нельзя. Эти двери для нас закрыты. Странно. Это мы тоже с вами обыскивали. Прохода нет никакого. Может дерево где-то какое-то упало. Что-то сломало. Тут у нас получается административный корпус. Где основной, точнее, корпус. Где эти ублюдки сидят, я так понимаю. Но сюда мы тоже не попадаем. Как выбраться-то с локацией? Вот тут забраться можно? Кстати, я бы вот, например, забрался. Фигня какая-то. Ну давайте возвращаться назад. Возможно, даже пробежимся. Потратим силы. А куда деваться-то? Не годится. Мне так не нравится. К чему опять вот это вот усложнение какое-то на ровном месте. Так. В руки возьмем фаер. Потому что волки шарятся здесь абсолютно везде. Тихо. Заткнитесь. Успокойтесь все. Пока они не очень агрессивные, это хорошо. Я не могу понять, чего прохода нет. К чему нельзя уйти никуда туда. Хотя, по сути, должна быть такая возможность. Но мы окружены ведь горой, правильно? Никакого прохода, никакого тоннеля я не вижу. Там мы упираемся в тюрьму. Ну, нет здесь ничего, да? Может, опять по каким-то корням можно где-то подняться? Я бы не сказал. И троса никакого альпинистского нигде не видать. Который тоже можно было бы использовать. Снег вот пошел довольно крупно. Я боюсь, что после этого может начаться пурга. А мы хоть и нашли... То шинельку, то еще что-то. Но, тем не менее, вряд ли это прям супер-супер сильно нас защищает. От каких-то невероятно сильных морозов и ветродуев. Негде тут подниматься. Во, видите? И пурга началась. Метель от то, о чем я говорил. Мы сразу же замерзаем. Да не надо ничего зажигать, Маккензи. Закрой просто дверь, грёбанная. Сюда входа нет. Здесь никаких скрытых дверей тоже. Непонятно. Сейчас еще придется огонь где-нибудь разводить. А вот это, соответственно, инфермери. Из которой мы выходили. Зря я нарезал такие круги, да. Нужно было сразу сюда пойти, но кто же знал. Вообще ничего не видно. Так, здесь цепь. Это кто такой огромный ее? Там накручивался. О! А чем это я вдруг эту дверь открываюсь? Не секрет. Чем я эту дверь открываю? А, возможно, ключ, который я нашел вместе с запиской. Так, ну, жилет-пуховик мы на нас можем порвать. Записка Черного Камня. Крайне агрессивный волк. Читаем. Внимание служащим и персоналам. К жутким морозам добавилась новая проблема. Мы получили несколько сообщений о том необычном волке, с которым встречались в прошлом году. Похоже, он вернулся. Мы надеялись, что он ушел далеко отсюда, но свидетельства его агрессивного поведения говорят об обратном. Дабы разобраться, имеем ли мы дело с одним волком или целой стаей, мы пригласили местного эколога, чтобы он провел исследование и дал нам ответы. Ну, а пока соблюдайте повышенную осторожность, выходя за территорию, и не отходите далеко от своих транспортных средств во время поездок. Ди Гордон, начальник синей смены. Надеюсь, я все равно могу съесть это. Неизвестно, без нее ни туды и ни сюды, как говорят. Так, спрячем наш факел, фаер, чтобы случайно его не разжечь. Все, прекрасно. Пустая баночка. Нет, брать это мы не будем. Ячейка для готовки. Нет, не готовить. Да ну что? Ой, ладно, случайно нажалось что-то, хотя я вроде бы клавишу открыл. Смены нажимал. Давайте ждем до готовности, съедаем это. В принципе, покушать в любом случае нужно, еще и согрелись. И водичка. Водичка. Думаю, что пол-литра сейчас мы себе приготовим. Ждем до закипания. Хоть у нас есть и таблетки для обеззараживания. Все, просто берем с собой. И предлагаю еще пол-литра. Согрели. Закипели. Взяли. Все, замечательно. Далее еще какая-то записка с подробной информацией о пожертвованных продовольственных пайках. Ничего себе, у нас тюрьмы пожертвования собирают. Тема. Продовольственные пайки. Нам нужны добровольцы, чтобы разобрать со свалившимися на нас пайками. Сегодня вечером в казармах мы с поваром займемся их распаковкой. Если попадется что-то путное, то сможем оставить их себе. Приходи к семье, если хочешь. Хоуи. Это где такие, интересно, пайки-то? Кофе? Ну, пока возьму. Чипсы. Спичек у меня хватает. Варежки, если что, мы с вами порвем. Так. Вот эти вот ячейки можно обыскать? Нет, нельзя. Злаковый батончик. Газета книги. Лимонад. Так. Сигнальный пистолет. Факельная ракета. Подождите, уже лучше она не очень, конечно, активно отпугивает зверей, как мы знаем, но... Кленовый сироп. Ну, мы же в Канаде, и патроны для револьвера. Хлопушки хорошо отпугивают диких животных. Схема разблокирована. Прекрасно. Так, служебная записка. Во время последнего обыска мы обнаружили новые контрабандные хлопушки. Неплохая работа, учитывая обстоятельства. Может, они помогут нам отгонять волков? Наверняка эти штуки чертовски громкие, так что не поджигайте их просто так. Замечательно. Так, есть какие-то, может быть, записки? Еще? Нет? Пока там за окном плохая погода, давайте изучим то, что мы с вами подняли. Хлопушки. Может нанести травму, если взорвется слишком близко. Это, разумеется, это мы понимаем. Патроны. Ну, пока возьму с собой, хотя я уже на самом деле близок к перегрузу. Возможно, возможно, я здесь буду находиться какое-то время. Пользоваться этой проходной имеется в виду как своей базой. Поэтому предлагаю выложить здесь наборы для шитья. Патроны пока оставлю. Вдруг мы по пути найдем какое-нибудь оружие. Так ведь всякое бывает. Так, джинсы и прочее мы сейчас порвем. Смотрите, антисептик. Этот пока выложим. Обезболивающие пока. Некоторые тоже все-таки выложим. Оставим те, которые получше. Таблетки, наверное, себе. Дрова, спички. Пускай пока при мне похоронятся. Вот, я думаю, нормалек. Теперь, возвращаясь к одежде. То, что на нас не надето. Ну да, видите, оно как бы чуть-чуть потеплее. Но защита от ветра и влаги хуже. То есть, как бы не стоит оно того. Соберем с нее ткань. Что уже, как бы, время заполнили. Я пока никуда не продвинулся. Все, остальное дорвем потом. Как раз кончилась фурга. Поэтому покидаем черный камень. А видите, это даже такая своеобразная подлокация. С перехода на которую. И с которой происходит даже вот такая подзагрузка уровня. Да, выходит. Ну все. Запоминаем это место. Вырываемся на оперативный простор. И начинаем свое движение куда-то в неизвестность абсолютную. Напоминаю, что игру я это не проходил. Поэтому для тех, для кого это тоже в новинку. Или кто забыл сюжет. Можете вернуться в самое начало плейлиста. И с первого эпизода все посмотреть. Правда, первый эпизод мы начали не с самого начала. Где-то, может быть, с первой трети. В общем, от дома Серой Матери. Ну, в принципе, ничего такого серьезного не упустили. Так, смотрим, да. Департамент исправительных учреждений острова Великого Медведя. Тюрьма Black Rock. Институт, ну, точнее, тюрьма максимального уровня содержания. Только авторизованным лицам доступ. Ну и написано, разумеется, на французском и на английском. Ну, короче говоря, поскольку мы с вами находимся в Канаде, ни для кого не секрет, что... Так, там волк ходит. Канада это двуязычная страна. Там у нас ходит волк, но и лежит трупешник. Поэтому мы с вами можем взять, допустим, в руки или хлопушку, или сигналушку. Давайте сразу же зарядим, потому что с этим оружием иногда бывают проблемы. Но в приоритете, наверное, как средство отпугивания фаеры. Найти их вроде бы как проще, хотя, учитывая по... Ориентируясь на эпизод с Астрид, как раз-таки не было никаких проблем с сигнальными ракетами. Нас там просто ими завалили по самую шею. Ну, как говорится, вот опять дует ветер. Очень мешает идти. Но поскольку пока волки у нас тут не очень агрессивные, в отличие, опять же, от эпизода номер 3, где они какими-то стаями на нас нападали, они даже цвет другой имели. Эти засранцы довольно трусливые и убегают. Так, трупы. И труп здесь, судя по всему, не один. Странно, что над ними не кружат вороны. Что? А, Тимофеевку, типа, не, нам она не нужна. Очередная порция... Охранников обыскать мы не можем, это тело. О, да тут... Да тут целая... Да тут целая братская могила. Эти твари подбрасывали. Не пойму, выжил ли кто. По-моему, очевидно, что тут никто не выжил. Знаешь, Маккенди, такой фильм ужасов. Ладно, в ту сторону мы не пойдем сейчас. Сходим как-нибудь в другой раз. Есть какой-то подъем вот сюда на хребет, но давайте разбираться с этим будем попозже. Странно, что ни одно из этих тел нельзя обыскать. Я думал, будет какая-нибудь или записка, или зацепка. Но, увы. Пока продолжим наш путь по сюжету. В этом эпизоде нам необходимо добраться хотя бы до того места, где мы сможем найти медикаменты. Так, тут у нас мост. А то я думал, может, надо было заранее заодно где-то перейти. Но нет, такая возможность будет и позже. Так, здесь в этом закутке у нас на болотце мирно пасутся... Да тише ты, ну ладно тебе. Мирно пасутся олени. Возможно, мы что-то найдем еще здесь. Охотиться мы пока на них не будем. Но мало припасов. И у меня, знаете, есть такое чувство, что вообще на этой локации будет не так-то просто. С этими самыми припасами и ресурсами. Потому что, как я понимаю, цивилизации как таковой здесь нет. Так, это ущелье какое-то. Оно, получается, куда-то в сторону тюрьмы идет. Или вот тут заканчивается. Сейчас быстренько пробегусь. Хотя, конечно, это довольно сильно отбирает нашу выносливость. Точнее, ее запас. Так, ну и подняться тут тоже нельзя. Никаких корней, ничего не торчит. Ладно, двигаем дальше. Потихоньку. Как-то пока довольно часто играет музыка. Когда мы играли за Астрид в третьем эпизоде, большую часть игрового времени было довольно тихо. А тут на нас разработчики нагоняют атмосферу безысходности. Но на самом деле Маккензи сам себя сделал заложников этих тварей. Во-первых, своей неосторожностью, которую мы видели в завязке эпизода. Этого вполне можно было избежать. И даже если тебе так нужен этот чемоданчик, стать такой, знаете, тенью, которая проследила бы, адаптировалась и, возможно, смогла бы забрать то, что нужно. Но Макк оказался невнимателен, был схвачен этим мерзавцем. Ну и теперь пошло-поехало еще и давайте опять всех лечить, спасать, вытаскивать. В общем, отыгрывать роль опять олененка какого-то Бэмби. И, интересно, это этот грузовик или нет? Вряд ли, вряд ли, слишком близко стоит. Ветер сильный. Что у нас по ощущениям? Минус 10, да. Мы недостаточно еще утеплены. Для того, чтобы полноценно здесь выживать. Зайчики прыгают, бегают. Хорошо. Что мы имеем здесь? Ружье, видите? Прекрасно, не зря. Да, я прихватил с собой патроны. Здесь еще один потрошка валяется. Ткань пригодится. Не заглядываю, кстати, под козырьки, но я там ни разу еще ничего полезного, если честно, за все прохождение не находил. Необходимо оценить состояние этого ружья. 46% и вес огромный. Вообще, на самом деле, если ты сейчас в данный момент времени не идешь охотиться, мне кажется, большой необходимости в ружье нет. Так, сначала давайте пойдем по основному квесту, потому что, наверное, вот слухи это по дороге вот сюда, а вот тоска это сюда. Мох не собираю, потому что антибиотики, антисептики, обезболивающие, все это у нас с вами есть. Так, а что у нас тут? Давайте осмотримся, потому что мы с вами читали в бумагах на территории тюрьмы, что где-то должна быть деревня неподалеку от черного камня. Ага. Ага. А, о, ничего себе, это вот оно как. Так, блин. А, кстати, вот на карте это не нарисовано, но мы, по сути, можем отсюда пройти, куда нам надо, судя по всему. И заодно осмотреть постройки, которые притаились на поляне тут внизу. Хорошо. Очень жаль, я уже отмечал это в предыдущих сериях, что игра никаким образом не отмечает иногда некоторые важные объекты, которые ты прошел. Постройки, переходы, проходы, пещеры. А учитывая, что у нас и так полусамодельная карта, было бы как-то даже логично и правдоподобно, когда человек отмечает пройденные места, которые могут еще раз пригодиться, ну или просто достойно внимания. Еще ходят олени. Что-то вроде небольшой фермы, судя по всему. Но какого-то достойного укрытия мы не найдем. Да, ферма повара. Такого повара. Но волки, волки, тем не менее, где-то совсем рядом воют. Ящик для угля, наверное, он здесь будет. Пока мы его не берем, с собой не потащим. Осмотримся на предмет полезного чего-то. Таинственная записка с указанием нескольких тайников. Даже если вы добрались сюда, впереди еще долгий путь. Но я помогу. Ищите по пути эти припасы, это все, что я могу дать. Я бы пожелал вам удачи, но ее в этих краях не осталось. И, значит, ниже нарисованная от руки карта с помеченными тайниками. Это еще один сайд-квест. Я надеюсь, что он еще не нужен. Я надеюсь, что он еще не нужен. Часть чего-то. Ну, вздувшаяся банка персиков, это, конечно, такое себе. Все тайники осужденного. Значит, один где-то вот здесь вот это, если дальше продолжить путь. Затем наверху еще слухи. Ничего себе. Тайник вот здесь. Тайник вот тут. Да, потихоньку наша карта начинает обрастать. Да, смотрите, это еще дополнительный... О, найдите пещеру агрессивного волка. Я не заметил, когда у нас добавилось это в квесты. Ну, ладно. Так, банка с порохом. Верстак нам пока не нужен. Пакельная ракета, револьверная гильза, я думаю, нам не нужна. Хотя, возможно, для изготовления вот этих шумовых штук, да? Давайте посмотрим, что для этого нужно. А, нет, гильзы... Так, вот, дожди, хлопушка. Пустая банка, ткань и порох. Я думал, гильзы можно будет забивать от ткани. Жене пошло. Хорошо. Тут пусто. Брансбойд. Есть чем потопить. Можно отогреться. Но мы сейчас, конечно, ой, с вами не пойдем в этот... К тайнику. Это, если что, на обратном пути. Пока двигаемся по сюжету. Серии у нас с вами не такие длинные. Я их, повторяюсь, делаю по часу. Чтобы это было комфортно смотреть. Вот, я уже вижу, наверное, машины. Просто иногда бывает странно. Смотришь блогеров других, я не конкретно про игры, а про даже какую-то другую тематику. Люди выкатывают там видео по три часа, по три с половиной. Я не представляю, сколько это времени нужно свободного иметь, чтобы это посмотреть. Конечно, можно разбить это на несколько присестов, но мне кажется, формат час уже предельный. Так, шерстяные варежки. Посмотрим, кстати, лучше они наших или нет. Потому что у нас флисовые. Еще морской фальшфейер. Одежа наша. Так, ну, кстати, смотрите. Стойкость, температура плюс 0,7. От влаги плюс 2. Но защита от ветра, кстати, не очень. Защита от ветра чуть-чуть похуже. Даже не знаю. Даже не знаю. Они еще и намокшие. Но давайте пока их будем носить. Если что, починим. Волки воют кругом. Их тут тоже навалом. Нет, кстати. Пока до нужного транспортного средства мы не дошли. Еще факел. Прекрасно. Ну, в основном этим. Будем, наверное, отбиваться от... Хищников. Будет ли тут какой-нибудь медведь нас преследовать? Так, что у нас там? Клайбинг-эрия. То есть, место для восхождения. Где-то там. И нам как раз туда. Спасибо, игра. Так, здесь на кого-то напали. Спички не нужны. Воду возьму. Хотя, в принципе, я себе ее достаточно, как мне кажется, натопил. Но мы хотим пить. Поэтому прямо сейчас мы это и сделаем. Переложим водичку из рюкзака себе в живот. Ну, и предлагаю съесть злаковый батончик. Кленовый сироп. Пустая и сладкая добавка к пище. Много калорий. Кленовый сироп даже, кстати, где-то у нас видел в продаже. Где-то попадается. А тем временем надо сказать, что дело-то идет к вечеру. Все, мы входим в зону поиска. Ага. Сломанная туша оленя. У нас, да, кстати, с вами с собой ни ножа, ни топора. Абсолютно ничего, чем мы могли разделывать тушу. Вижу впереди волков. От кого-то один побежал. Второй поддался стадному чувству и тоже рванул. Ага, вот там где-то вороны летают. Какие-то везде вот узкие тропки, проходы. Вот такие, знаете, запутанные локации я не люблю. Они... Тихо. Тихо. Вводят в заблуждение. Ты начинаешь думать, не пропустил ли ты чего-нибудь важного. Ну что, нам сейчас еще наверх куда-то подниматься, что ли? Серьезно? Не мог же кто-то покусанный... Начать еще восхождение. Так, ну-ка. Пошел вон, этот боится. Нет, следы ведут куда-то вот сюда, в пещеру. Подождите, а вдруг там этот волк сейчас будет? Давайте-ка мы с вами подготовимся. Возьмем эту нашу берданку. Все, зарядили полностью. Сохраняемся и пошли. Есть там кто-то, нет? Обыщите мертвого охранника тюрьмы. Так, залежал и... Залежал и батончик, и, наверное, здесь нужное нам, да? О! Медикаменты для тюремного лазарета. Ампулы с морфином. И инъекционными антибиотиками. Хорошо. Теперь нам нужно вернуться в черный камень. С этим мы торопиться с вами не будем. Зачем? Темнеет, кстати. Здесь можно поспать и даже в какой-то степени отогреться. Винтовку спрячем. Я не знаю, что скажете, дорогие друзья. Что у нас тут висит опять? Не это. Мне очень не нравится, что нельзя по двойному клику заходить в категорию. То есть, вот надо именно сюда нажать, вот это вот выбрать. Не очень это как бы логично, понятно и удобно. Так, надо вернуться в черный камень. Но у нас есть вот такие вот вещи. Мы, наверное, сходим сначала с вами сюда. Потом мы с вами сходим, возможно, сюда. Возможно, сходим сюда. Ведь эти тайники наверняка валяются не просто так. Они, вероятно, приурочены также к каким-то небольшим постройкам, где можно будет подкинуть немножечко дровишек и согреться. Но время уже близко, конечно, к ночи. Но, с другой стороны, не так уж и поздно. Если мы сейчас ляжем спать, нам нужно будет продрыхнуть часов 10, а то и 12 до того, как настанет рассвет. Пока на улице не слишком... Вот здесь можно вернуться наверх. Пока на улице не слишком холодно и еще не до конца стемнело, давайте рискнем. В конце концов, на худой конец вернемся сюда. Тем более, игра, по-моему, говорила нам, что в машинах даже можно ночевать. Я ни разу этого в Long Dark не делал. Там вроде мешок не разложишь. Не знаю, как это выглядит. Возможно, через круговое меню. Волки пока ведут себя так, что вообще не заставляют меня их бояться, как это было, допустим, с Астрид. Не знаю, в чем дело. Они даже вдвоем абсолютно вот безобидны. Если кто-то знает, напишите, как прямо во время эпизода, прохождения эпизода, поднять сложность. Потому что я пока вот этого нигде не нахожу. Что такое доступность? Непонятно. Экран, качество. Кстати, качество какое-то где-то низкое стоит. Непонятно. Это надо будет исправить. В смысле качество? Не понял, а почему такие установки стоят какие-то непонятные? Мне кажется, мы можем себе позволить играть на более высоких требованиях. Все, следы. Ну, на следы мы особо не смотрим, поэтому как бы... Где-то на каких-то настройках можно абсолютно сэкономить. Я считаю. Согласитесь. Допустим, ну вы разглядываете здесь сильно следы в этой игре. Я вот, например, нет. А то, что касается текстуры теней, да, конечно, надо сделать получше. Странно. Мне казалось, у меня настройки выставлены посолиднее. Это игра обманчива. То есть, несмотря на ее такой визуал, своеобразный какой-то, угловатый, может создастся ложное впечатление, что она нетребовательна к ресурсам. Но на самом деле это не так. Там волки какие-то будут, да, и прям стаями. Да, ну, наверное, здесь ошибка далеко не пройдет. Но вот опять же, мол, ищите записки, да? И ведь наверняка запросто может оказаться так, что какая-нибудь из записок, допустим, лежит в самом неожиданном месте на локации. Где-нибудь вот тут вот валяется трупешник. Снег начинает идти. И, собственно говоря, на нем или рядом с ним записка. Не знаю, куда это меня приведет. Возможно, к какому-нибудь обрыву, с которого я сейчас не спущусь. А так, наверное, и будет. И придется вернуться к мосту. Зато мы сможем дать себе немного панораму, да? Да, там внизу есть какая-то постройка. Там, значит, идет линия электропередач на тюрьму. Да, придется вернуться. Ну, зато немного осмотрелись. Тем более, как я рассказывал, кстати, в прошлом эпизоде, компьютер мне наконец-то удалось обновить спустя множество лет. И я, наверное, могу себе позволить кое-где выставлять настройки посерьезней. Осталось только, наверное, видеокарту еще прям соответствующую суперскую где-нибудь найти. Не знаю, как там с этим сейчас. В плане проблем, наличия и цен. Ну, с ценами-то все понятно, что они абсолютно варварские. Тем более... Слушай, что такое? Я уж думал, кто-то зарычал. Это у нас Маккенди замерзает. Цены абсолютно варварские. Особенно, если считать, так скажем, с наших зарплат. Так, дружище. Пошел ты. Вот этот бы меня уже, наверное, в покое не оставил. Блин, я не могу с него ничего взять. Могу мясо, конечно, даже голыми руками, да? Как будто бы ночь идет. Пока я тут это мясо собирал... Может, надо было оленину лучше? Да, кстати, она... Она была еще не так сильно заморожена. Почему я решил хищника обобрать? Непонятно. Ладно, идем. Идем, наверное, вот туда вниз. Я думаю, мы сможем найти себе пристанище. Ну, либо помрем, как говорится. Вариантов немного. Надеюсь, здесь будет чем... Тихо, тихо, тихо. Будет чем растопить костер. Так, тише, Макенди, не это. Не паникуй. Конечно, укрытие очень посредственное. Но если тут есть бронзбойт, то хорошо. Если нет... Это, конечно, жопа. А, ну тут есть машина, кстати. О, ну все. Ящик для угля. Бронзбойт. Надеюсь, живем. И дрова есть. Ну все, прекрасно. Не переживай, Макенди. Корм для собак. Вздувшиеся не берем. Пыльное, но... Ладно, так и быть. Так и быть. Сейчас все обыщем. Банка с пороком. Потрепанные рабочие штаны. Высушенная кожа нам пригодится. Повязка. Набор для чистки огнестрельного оружия. Отлично. Еще канистра с горючим. Это будет в удобстве. Все здорово. Обыщите чемодан. Обыщем. Кто-то собирался валить. Свитер посмотрим. Обезболивающая есть. Спальный мешок сравним. Сейчас в машину сядем. Виноградный лимонад. О, ключ от тюремного шкафчика номер 3. Хорошо. Хорошо. Это неплохо. Вот тут что у нас есть? Действия в лагере, да? А, да. Смотрите, сон. То есть, прям вот берешься и в машине спишь. Но тут мы все равно понемножку, но замерзаем. Поэтому будем разжигать огонь. Предлагаю использовать вот эту канистру. Топливо, чтобы не тратить топливо для ламп. Ой, хорошо. Добавить это. Добавим уголька. Прекрасно. И добавим. А все, больше добавить и не получается. Все, прекрасно. Что у нас есть лишнего или не лишнего? Риск растяжения. Подожди, Маккенди, сейчас мы с этим разберемся с тобой. Штаны эти нормальные. Какие-то нужно еще подлатать. Отогреваемся, ремонтируемся. Все, прекрасно. В этих варежках будем ходить. Кань соберем. Это, конечно, отнимает по 25 минут. Это время, но... В целом, нормально. Думаю, можем себе... Еще варежки. Очень много мы варежек с вами не собирали. Прямо можно обложиться и не со всех сторон. Далее. Ну, рубаха, конечно... Смотрите, у нас даже рубашка согревает лучше, чем потрепанный тонкий шерстяной свитер. Я предлагаю его просто бросить. У нас так много ткани. Мы сейчас с вами дочиним некоторые наши вещи до более целостного состояния. Безусловно, основной упор на то, что у нас принимает от погоды основной удар. Так, кстати, что с джинсами? Я вот не знаю. Их может бросить. Ну, ну, явно они, вот, действительно, они хуже. Нет, собирать не надо. Давайте мы их просто бросим. Ткани у меня много сейчас. Надо ее просто все использовать. Единственное, что швейный набор у меня с собой только один. Как-то странно. Не показывает состояние моего швейного набора. Все, видите, риск растяжения увеличили. Не-не-не, собирать не надо. Ремонтируем. Все, они... В смысле недостаточно материалов для починки? Ты шутишь, что это, надо мной, или чего? Хорошо. Тонкий свитер. Собираем ткань смело. Раз так. Годится? Да, вот так вот у нас с вами все и ушло. Чтобы нам еще такого починить, наверное, шапку надо починить. Шапка это важно. Все. Все. Годится. Что по сайт квестам? Добавляем топливо. В животе уже урчит. Готовить. Свежая волчатина. Ох, не знаю, конечно, насколько это хорошая идея. Приготовленное мясо волка. Ладно, мне кажется, это хороший вариант. Но, к сожалению, не так-то много восполняет это нам калорий. Пьем еще газировку. Облегчаем немного вес. Также попьем дозы-то воды. Еще у нас литр с лишним остается. Вещи, которые нам необходимы, они все на нас. Обезболивающее лишнее мы бросим с вами. Зачем оно нам? Труд горючий остается. Но, в целом, вроде как, ничего лишнего. 7 часов у нас будет гореть вот это вот. Да? О, кстати, смотрите, ткань. Я это сразу и не заметил. Мы будем разламывать. Тоже время потратиться. Банка у нас вообще одна? Вообще да. А, вот что я еще хотел. Ружье почистить, но не будем сейчас тратить на это время. Нам нужно действительно отдохнуть. Где-то бы лечь так, знаете, вот. Я бы, конечно, лег между машиной и стенкой, но, к сожалению, игра не позволяет этого сделать. Давайте, спим 7 часов. 8. Надеюсь, я... Мы не замерзнем. И никто нас за бачок не укусит. О! Прекрасно. Даже еще... Да ладно. Прекрасно. Мы тут еще даже можем себе чего-нибудь приготовить. Замечательно. Давайте, значит, берем банку и готовим себе кофеек. Ждем до готовности. Пьем. Ой, хорошо. Все, банку подняли. Это подняли. Бонус согревания. Что-то погода, конечно, какая-то хреновая. Прям вот вообще не очень. И где-то здесь... Так, блин, даже как-то жалко уходить. Давайте, возможно, себе приготовим еще персиков. Хотя сейчас мы так эффект от кофе потратим. ждем до готовности. Приготовлено. Прекрасно. Ну и... И пойдемте. Пойдемте искать, кто здесь где вообще. Судя по всему, вот тут в ущелье. Должен находиться этот кто-то. Возможно, это как раз машина вот этого охранника. Парень готовился сбежать. Но выяснилось, что это не так просто сделать, да, на машине в такое время, как сейчас, когда электричество не работает. Внизу ведь, наверное, где-нибудь лежит. Вот сто процентов лежит где-нибудь внизу и придется сейчас или крюки какие-то давать, или рисковать своим здоровьем. Но он сто процентов лежит внизу. Игра любит здесь прятать трупов где-нибудь на дне. сохранимся. Не, ну это, конечно, не вариант. Тут спуска нет. Вот может быть там по карнизу, видите, есть дерево поваленное. Возможно, мы сможем спуститься там. Ну, видите, нам повезло, что были дрова, были угольки, игра помогает. Это позволило нам замечательно переночевать. Не пришлось в режиме ошпаренной жопы, простите, искать убежище в панике. но как-то вот погода опять испортилась и испортилась она надолго. Не слышу, чтобы какие-то вороны тут где-то каркали, кричали. Так, ну тут, я думаю, никакого прохода никуда нет. где-то Где же ты, дружище? Но ведь в зоне поиска. Да, в зоне поиска, где-то тут. Или бы он не валялся где-нибудь на уступе. Это усложнить задачу. Чего у нас тут от ветра не защищает ничего? А, вон там какое-то тело. Блин, ну я даже не знаю. Как будто это уже вне зоны поиска. Или на самой ее границе. Надеюсь, это оно. Нам бы топор или нож. Так, обыщите тело мертвого охранника тюрьмы. Ключ от сейфа. Ключ от сейфа одного из работников тюрьмы Черный Камень. Страница блокнота. Мы ее прочитаем. Надо только спрятаться. Обыщите сейф старателя. Лук. Ой, ну не знаю, давайте пока возьмем наконечник стрелы, набор для шитья. Банка нам не нужна. Дрова нам тоже не нужны. Я бы сходил вот сюда. Поэтому я думаю, нам надо вернуться. Где-то бы прижаться, где не дует ветер, пожалуйста. Можно где-нибудь у скалы. Во. Вот тут хорошо. Хорошо, да, здесь прекрасно. Читаем записку, не знаю, что за сейф, но может записки говорится. Стопница блокнота. На этот раз что-то стоящее. Цены растут. Нужно проверить, нет ли золотого песка вниз по течению того ручья. Солнце растопило тонкий лед. Красное золото или что получше? Проверим. Ну и очередной сайт-квест. Возможно, это как раз вот, да, вот один из слухов, да? Нет? А, ну да, обещайте сейф старателя. Хорошо, тайники осужденного. Ну и на этом наша серия подходит к концу, уже час времени позади. Откуда ты здесь взялся? Тебя тут не было. Куда ты бежишь, дурачок? Не, ну я не буду просто так, наверное, его убивать. Он и так нас боится. В общем, на вот этом странном, глупом недоразумении из боя волка мы с вами заканчиваем эту серию. Я вас искренне благодарю за просмотр данного эпизода. Не забывайте, пожалуйста, заглядывать в другие плейлисты, ну и соответствующим образом реагировать вообще на наше с вами совместное творчество во времяпрепровождение. Я вам по традиции желаю успехов в пахсинемных делах. С вами был Сергей и мы еще обязательно услышимся. Всем пока. Вот дурачок. С вами был Игорь Негода.